Если вы из тех, кто каждое утро любит говорить «мммм, вот бы валяться в кровати вечно», я вас понимаю, и пришел с хорошими новостями. Есть люди, готовые вам заплатить именно за это. Эти люди – НАСА и Европейское космическое агентство. Они ищут храбрых добровольцев, готовых провести в кровати два месяца. Для улучшения жизни в космосе и на Земле. А заплатить они готовы 19 тысяч долларов. Но, конечно, это не просто возможность хорошенько отдохнуть для избранных. Ученые будут исследовать изменения человеческого тела в условиях невесомости. Так они надеются изобрести новые способы нейтрализации влияния космических условий на астронавтов. Услышав об этом, я уже честно собрался нажать кнопку «Подать заявку». Но затем подумал, слишком уж это хорошо, чтобы быть правдой. Да, здоровый скептицизм – это мое. Так что я изучил вопрос и понял, что эта возможность далеко не для всех. К тому же там довольно серьезные ограничения. Участники здоровые, физически подготовленные, не курящие женщины в возрасте от 24 до 55 лет. Ну а если вас это устраивает, то есть еще одно требование. Вы должны уметь говорить по-немецки. Но представим, что вы прошли. Все, теперь вас ждут сериалы и видеоигры. Ну, не похоже, чтобы сериалы совсем не входили в программу, но смотреть их, равно как есть, принимать душ и ходить в туалет, вам придется под наклоном в 6 градусов, лежа головой вниз. Вы будете жить в маленькой комнате в течение 15 дней подготовки, 60 дней постельного режима и 14 дней восстановления и реабилитации. Всего выходит 89 дней без права выйти наружу и без личного пространства. Ученые будут наблюдать за вами круглосуточно, поскольку это – часть договора. Ваш рацион также будет не особо впечатляющим. Специалисты будут следить за потреблением жидкости и питательных веществ, но подсластители и другие вкусовые добавки в меню не входят. Все будет просто и стандартно. Кроме того, на большинстве участников каждый день будет тестироваться центрифуга-тренажер короткого радиуса, создающий искусственную гравитацию. Учитывая сумму выплат, я бы все равно не отказался от такого предложения, так что исследовал вопрос еще глубже. Я узнал, что пару лет назад один парень принимал участие в подобном эксперименте и поделился опытом в сети. По его словам, у него сильно болела голова, да и позвоночнику пришлось непросто. И хотя он постоянно был в постели, спать сколько угодно ему не давали. Время сна было строго с десяти вечера до шести утра и вздремнуть днем запрещалось. Звучит как злая шутка. За ним постоянно наблюдали, а закрыть шторку разрешалось только, чтобы сходить в туалет. И делать это нужно было в специальный мочесборник. Все, что он ел, застревало в районе груди, и он не мог насладиться едой и быстро наедался. Но если исследователи говорили «да есть», он был вынужден подчиниться. Но самое страшное случилось, когда эксперимент завершился, и он снова смог встать. Сердце забилось со скоростью 150 ударов в минуту. Он вспотел и начал чесаться. Вены на ногах чуть не лопнули от притока к ним крови после месяцев лежания. Через несколько минут ему стало еще хуже, и ученым пришлось снова его уложить, пока он не потерял сознание. «Ладно», — подумал я, — «может, он просто не был готов к испытаниям?» В конце концов, на сайте управления говорится, что эксперимент направлен на выявление стойкости и познание себя с медицинской точки зрения в безопасной обстановке, где вы сможете на 89 дней забыть о готовке и уборке. Что, если я пролежу в своей кровати два месяца для подготовки к эксперименту? Правда, наклона у нее, конечно, нет, но я все же решил проверить, и вот что будет, если вы пролежите в кровати, не вылезая более 60 дней. Во-первых, вы станете так слабы, что не сможете поднять ноутбук с коленок, чтобы посмотреть свои сериалы. Дело в том, что пока вы не двигаетесь, мышцы теряют от 10 до 15% своей силы в неделю, так что через 4 недели вы станете вдвое слабее, чем были до эксперимента. Лечение мышечной атрофии занимает много сил и времени, так что сохранять равновесие и координацию будет очень трудно. Во-вторых, ваши кости потеряют плотность и будут ломаться при любом падении. Ваши суставы застынут без движения, мышцы плеч, коленей и бедер станут короче, а соединительная ткань в них плотнее, так что ходьба станет практически невозможной. Но эти последствия хотя бы невидимы, а есть неприятность, которую проигнорировать будет невозможно. Пролежни, вызванные давлением и ограничением притока крови к коже, быстро образуются на коленях, локтях, спине, пятках, лодыжках и лопатках. Пролежни всегда усугубляются поэтапно. Сначала наступает краснота, воспаление, зуд и жжение в пораженных местах. При углублении процесса кожа лопается и вылезают язвы. Если пролежни не остановить на этом этапе, то на их лечение уйдет от 3 месяцев до года. Но и на этом все не заканчивается. У вас также разовьются проблемы с сердцем, поскольку ему придется биться чаще, чтобы разгонять кровь и поддерживать вашу жизнь. Чистота будет расти на один удар в минуту каждые два дня. В легких появится лишняя жидкость, потому что мышцы перестанут от нее избавляться. Это значит, что ваше дыхание станет чаще, и вы рискуете подхватить воспаление легких. Уровень жира в организме повысится, а выносливость пойдет вниз. И, наконец, вы, вероятнее всего, будете испытывать тревогу, депрессию или панические атаки, ведь ваш мозг также будет сбит с толку. Так что прежде чем быстренько выучить немецкий и подать заявку, подумайте еще раз. В конце концов, есть более приятные и легкие способы заработать. Например, можно поучаствовать в конкурсе на поедание хот-догов. Вдруг выиграете? Хотели бы вы принять участие в таком эксперименте? Думаете, справились бы? Расскажите в комментариях. Не забудьте поставить лайк, поделиться этим видео с друзьями и подписаться на канал, чтобы всегда быть на яркой стороне жизни.